Ну что, мы тогда начнём с обстановки, то есть и на востоке, и на юге нам есть что рассказать, как я понимаю, Алексей Николаевич. Да, только нельзя. Но давать что можно? Можно обсуждать, что говорят в российских чатах. Ну, прекрасно, пусть будем обсуждать, что говорят в российских пабликах. Ну, в российских пабликах говорят, что злые ВСУ одновременно развивают наступление на Харьковщине. От Купинска на Сватово, от Дробышево, условно говоря, тоже на Сватово, от Яровой и так далее. Говорят, Славянска на Сватово. И даже коварно подбираются к Кременной и к дороге. А дорога Сватова к Кременной уже частично под огневым контролем. Страшно за это переживают и говорят, что только доколе надо что-то делать. А что делать? Предложение что-то делать. Ну, они там пафосные вещи пишут, что, типа, мы тут встали в оборону, который заслужил, пройти не могут. Тут вертолеты налетают, артиллерия работает. Вот они уперлись и дальше не идут. Посмотрим, кто куда не идет. Ну, вот смотри, давай так. Вот сейчас мы пока на востоке обсудим. То есть, там я видел сообщение о том, что это фактически подход уже к границе. То есть, уже для Луганской области это представляет прямую опасность, поскольку и Северодонецк и Лисичанск, но они рядом, да? Они уже, по сути, следующая мишень. Вот если то, что двигается от Лимана, вот здесь Белогоровка, они соединились и криминная. Это все в ту сторону, как я понимаю. На Северодонецк и Лисичанск. Марк, да, Северодонецк и Лисичанск еще очень долго, поверю. Считаешь? Да, можно высказывать какие-то предположения, но так только кажется, что воевать это раз-два. Я не говорю, что это раз-два. Я не тебе говорю, я говорю тем, кто так считает. Риторически, да. Харьковская операция, ну, такие случаются иногда в истории Украины. Но вообще они нетипичные. Что вот пробили на 100 километров за 2 суток, проскочили за 3. Тем более, тут совсем другие условия. Совсем. Поэтому наши там, конечно, работают. Некоторые по всей этой российской стране имеют место быть. И наверняка Сватову. Как и криминной. Но вот насчет Северодонецк и Лисичанск еще большой вопрос. Можно, конечно. Есть, существует вариант, в котором обсыпалась российская оборона с перепугу по Северодонецк и Лисичанскому. Они просто убежали, мы заняли пустые места. Но там не самые последние парни у них дерутся южнее Лисичанск. Такие, стойковые ребята. Четвертая бригада ЛНР, в кавычках, и так далее. Поэтому они там непросто сразу скажем. Как? Ну, а Сватова? А Сватова? Сватова? Ну, Сватова имеет все шансы влететь по-крупному. Потому что там как раз сборная солянка. Косы, хромы, к... Поэтому, да. Вормальное сочетание. Да, вполне может быть, что мы еще от этого победим. Ну, я предлагаю не порождать ложные надежды и завышенные ожидания. А просто смотреть, как оно реально развивается. Правильно? Ну, мы так и делаем. Судя по российским пабликам, развивается очень нифигово. И имеет хорошие шансы на крупный успех. Вот я тебе такую мысль выскажу. Вот ее как бы попробуй уловить. Хотя ты легко ее уловишь. Мы то, что говорим, да? Это большие страхи. Какие трешевые. Такие, как у Стивена Кинга в романе. Которые имеют особенность реализовываться. Поэтому те, кто нам вникает. Я имею в виду с той стороны. Они же как бы программируют себя определенным образом на определенное наступление событий. Я логичен? Какой-то своей части. Арисович сказал, а к утру уже офицеры покуривают около табличек. Бычки гасят о табличке городов. Мы, конечно, офигенно влияем. Но поверь мне, как бы солдату, который вот там сейчас борется с российской стороны, Ранисватов, пофиг глубоко, что мы говорим. А ему зачем солдату этому? Просто не имеет такой возможности нас послушать. Вот взял, снялся и пошел дальше. Поэтому там решат все ЗСУ по месту. У меня типа... Ну, давай посмотрим, что на юге. Кремлевское, на которое мы влияем. Руководство оперативного уровня, высшего уровня, на которое мы влияем. Потому что это широкие народные массы. А мы на них реально влияем. Чего? Что-то остается сняться. Там же фишка в чем состоит? Что они, конечно, передадут энергетические солдаты. То, что не надо сопротивляться, надо убегать. Но в своих вот этих запугивающих и псошных спецоперациях тоже надо иметь свой край. Я сторонник реальной оценки обстановки. Поэтому все ошибки начинаются с недооценки и переоценки. Но я умудряюсь, как я при таком подходе сумел титул главного успокаивающего получить в стране. А все очень просто. Это все та же характерная ошибка, на которую я хочу обратить внимание тех людей, которые слушают нас. Верят нам, не верят, неважно. И которые клянут власти, например, российские и украинские, за то, что они не в свое время оценили и поняли. Это очень две разные вещи. Оценивать возможности и оценивать намерения. А оценивать мотивы, это еще другое. А оценивать стойкость и боеспособность, это третья вещь. И все эти вещи, не каждую из этих вещей могут делать даже профессионалы, поверьте. Широкому обывателю, ну, там, до какой-то степени, да, и так далее. Поэтому у нас все понятно с возможностями. Возможности есть неплохие. По линии Саватова, Кременная. Намерения, ну, судя по стрелкам на карте, которые судят российские стороны, за нас, наверное, тоже есть. А вот мотивация, наверное, есть. Что дальше? Дальше там туман войны. Война себя покажет. Мы посмотрим. Ну, давай передвинемся пониже. Что у нас на Бахмутском направлении происходит? На Бахмутском направлении такое. Такое. Они по инерции там ведут бои за отдельную избушку лесника. Потому что там Вагнер и другие чувакашники. У них упрощенные бюрократические процедуры. Воевать им легче, чем армия. Журналы они заполняют, как мы, да. И поэтому у них есть некоторые успехи. Особенно учитывая, что там сосредоточен очень серьезный кулак артиллерии. Не меньше семи, может, даже больше, по некоторым данным, тактических артиллерийских групп. Это серьезно. И там все, что у стреляющего в России есть, он как раз в этом направлении. Поэтому они просто мелят артиллерии. Работа пехоты сводится к наведению артиллерии через беспилотники, через наземную разведку. И продвижение на позиции, которые мы уступили под действием этой артиллерии. Но, правда, обычно на следующий день мы их берем обратно. И вот этот один день продвигается достаточно долгое время. На некоторых участках они очень-очень медленно продвигаются. С моей точки зрения, это абсолютное безумие. Особенно учитывая, что происходит в Северном. Но тут чисто надо понимать, что действует чисто политический резон. С военной точки зрения, они должны были бы вести себя иначе. Но когда и где военные управляли войной, всегда управляют политики. Хорошо это или плохо. Вот мы имеем ту же самую ситуацию. Так, ну поедем ниже, дальше точнее. Ниже там понятно. Донецк ничего на Донецком направлении? Нет, что там? Не в обиду нашим войскам, которые там воюют. Там и в районе Авдеевка пытаются продвигаться. Спартака южнее Авдеевки. И севернее на Веселое. И возле Маленьки движение. И Невельское движение. Ну, там есть свои локальные бои. Есть налеты артиллерии. И так там все просто. Другое дело, что темпы этого продвижения никакие, не имеют никакой перспективы. Но люди борются, соргаются. Мы, соответственно, их изматываем в обороне. Запорожское потише. Потише сразу скажем. Сильская сторона там сосредоточена на обороне. Мы тоже. Стороны друг на друга не наступают. Перестреливаются, иногда авиация налетает. Действия мелких групп и так далее. Вот нахер, Сонич? Ну, российские... Ну, расскажи, расскажи. Утверждают, что карта, которая здесь нарисована, которую мы видим, очень похожа на правду. Говорят российские злые языки. А мы не скажем. У нас только генеральный штаб все говорит. Да. Вот они говорят, что даже мост Дучанах уже подорвали. Например, с Перепул. Там, правда, не мост, а насыпная дамба такая. Ну, типа, его повредили. Так что они через него не могут проехать. Боятся, что публично украинские войска проскочит этот мост очень-очень быстро. Ну, то есть, товарищи отступают где-то даже. Ну, вот эта тактика и то, что излагается в российских пабликах, а не то, что подтверждает Генштаб, ВСУ и так далее. А двигаться вдоль правого берега Днепра, фактически отрезая. А как это? Это оперативное искусство. Тактика – это то, что солдат делает на поле боя и войска. Когда речь идет о продвижении, это уже не тактика. Это минимум оперативно-тактический уровень. И вообще уже оперативное искусство. Куда группировки двигаются, куда наносят удары. Но суть не важна. Важно, что... Ну, они там не ожидали, понятное дело. Искусство-то заключается в том, чтобы ударить... Все оперативное искусство сводится к тому, чтобы ударить туда, где-то слабый, где противник слабый, или где он не ожидает. А лучше и слабый, и не ожидает. Ну, в этот раз украинские полководцы в который раз обыграли российских. Ну, например, говорят злые языки, что, например, восточнее, там, где у них прочная оборона, залито все бетонами. Бетонными, бетонными. Там есть даже колокола бетонные, как огневые точки. Нашим войскам не так все просто дается. Но тоже дается. Для некоторой степени. Так, ну, а около самого Херсона что происходит? Да, возле самого Херсона кроет их там авиация, вернее, наша авиация, артиллерия. И сегодня в районе Дарьевки влупили сразу два моста понтонных с танками. Вот там она с севернее Антоновки, севернее Херсона. И там какой-то ворюшка у российской танковой роты примерно переключилась. Минимум. Ну, и два понтона корова с языком слезала. Это тоже очень приятно. Что сам мост разрушен, там рядышком провели понтоны. понтонную переправу, и вот танковая рота переправлялась, и как раз в нее и полетел. Такая вот беда у людей. Да. Ну, там понятно, что мы лупим авиация, артиллерия. Напоминаю, что весь плацдарм простреливается. Спокойно, не торопясь, выбираем цели. А они, соответственно, налетали на Одессу сегодня, на Одесскую область, там, своими страшными иранскими беспилотниками, гудящими, как мопед. Мопед на пенсии. Мопед на пенсии, да, как так. Ну, вот такое. Опять же, Сумская, Черниговская обстреливаются, перестреливаются. Отрывают украинские навчая. А, идут украинские обучения на учения межведовья НГУ, пограничники армян на северной границе Беларуси. Воздушная тревога, и по нам обстреляют. Ну, короче, интересная история. Особенно она интересна на Харьковском. Кстати, самое интересное, что на Харьковском, это же оно уже на Луганском. И даже, прости господи, глава свежепринятой республики сказал, что враг снова на территории. Врагу удалось прорваться на территорию республики. Луганский. Некоторое время назад все рассказывали, что он, что он никогда больше. Не, не, никогда, что уж, что. Ага, что вот навсегда, что вот теперь.